Добрый день! Хочу поприветствовать всех на этом прекрасном фестивале. Мы начинаем наше занятие. Пожалуйста, рассаживайтесь удобнее. Название семинара, который я проведу – «Нравственность как основа жизненного успеха». Вначале хочу несколько слов сказать перед самим семинаром. Здесь такая очень необычная атмосфера, я думаю, вы все чувствуете это. И предыдущие лектора задали такую очень высокую планку обсуждения. Удивительные педагоги, удивительные мастера своего дела – Шаваль Александровича Мунашвили, Паата, Марина, Синдутай Сапкал. Я не знаю, насколько я буду соответствовать этому. Я думаю, только ваше доброе какое-то ожидание ко мне, оно позволит мне хотя бы немного представить материал как-то. Поэтому я нуждаюсь в ваших благословениях. Как-то, пожалуйста. Спасибо большое. Итак, «Нравственность как основа жизненного успеха». Я думаю, у кого-то, кто может прочитать эту тему или услышать, что именно так будет называться семинар, может возникнуть какое-то чувство скуки. Даже я смотрю, аудитория здесь меньше в зале, чем на предыдущих лекциях. Возможно, это с этим связано. Не знаю. Возможно, связано с тем, что лектор не очень удачный. Может быть, и то, и другое сочетается. Но мне хотелось бы представить вам этот материал очень таким необычным образом. Что значит необычным образом? Сейчас в мире очень много разных слов. Мне хотелось бы обратиться к вашему опыту. Почему? Потому что нравственность – это законы жизни. Например, можем ли мы достичь успеха, когда ведем машину, если не учитываем закон сопротивления дороги? Нет, это будет опасно просто. Мы не будем тормозить на поворотах, и если не будем на это обращать внимание, и, в общем-то, разобьемся. Мы не можем с вами достичь успеха, нарушая законы жизни. Можем ли мы достичь успеха, подбрасывая кирпич над своей головой и думая, что я чем выше его подброшу, тем больше у меня сил. Он может упасть на нас и причинить какую-то боль. Итак, первое, что я хочу сказать, что нравственность – это законы жизни. Это интуиция человека. Это вот это ощущение того, как нужно жить в этом мире. Это не просто какое-то абстрактное чувство, типа нужно быть хорошим. Нет, еще раз хочу повторить. Нравственность – это ощущение реальности. Ощущение, как нужно действовать в этом мире для того, чтобы быть счастливым и успешным. Поднимите руку, для кого это определение кажется пока непонятным или каким-то необычным, что именно так трактуется нравственность. Ну, поднимите, пожалуйста, честную руку. Спасибо. Поднимите руку, для кого это естественно, именно так понимать нравственность. Большинство. И для кого вы ни к этому лагерю, ни к другому еще не подсоединились. Поднимите, пожалуйста, руку. Так у нас аудитория разбилась на таких три части. Большинство согласны. Часть никогда так не думали и часть задумались. Хорошо. Итак, я хочу сказать, что у нас у каждого с вами есть интуиция. Например, мы же с вами интуитивно чувствуем, когда пора поесть. Поднимите руку, кто знает, что у вас такая интуиция есть. Она работает безошибочно. Правда, иногда нас подводит и дает нам некие избыточные сигналы. Нужно есть больше или чаще, или не то, что нам нужно. Но так или иначе, сама интуиция есть. То, что она иногда не очень четко работает, это уже, знаете, как бы инструмент не очень четко настроен. Но сам по себе инструмент чувствовать жизнь, вот эта интуитивная способность, она присуща каждому человеку. И вот давайте мы с вами постараемся сейчас опереться именно на эту способность. Интуитивно чувствовать жизнь. Я надеюсь, какие-то небольшие открытия мы с вами сделаем по ходу нашего исследования. Итак, скажите, пожалуйста, назовите какие-то качества безнравственности. Что это за качество? Как бы вы назвали это? Эгоизм еще. Жадность. Как еще? Зависть еще. Вожделение. Еще. Лицемерие. Корысть. Грубость. Гордыня. Еще. Ревность. Зависть уже сказали. Итак, смотрите, мы с вами достаточно как-то определенно понимаем, что все эти качества, которые были перечислены, жадность, зависть, ложный престиж, кстати, можно еще добавить, грубость, корысть. Это все качества безнравственной культуры. Хорошо. А что за качество нравственной культуры? Что это за качество? Честность. Доброта. Верность, открытость, доблесть, доброта, искренность, смелость, жертвенность. Я чувствую больше энтузиазма от аудитории, когда вы говорите об этих качествах. Это здорово. Итак, смотрите, у нас есть интуитивное ощущение, что означает безнравственные качества или качество противоположной нравственности и нравственные качества. Теперь мы с вами говорим об успехе. Мы говорим, что нравственность – это основа успеха. И вот здесь я хочу вам привести один очень интересный факт. В одной из своих книг знаменитый автор Стивен Кови упоминает, что он провел исследования разных психологических теорий и практик и обнаружил одну интересную деталь. Деталь состояла в том, что примерно с 30-х годов 20-го столетия психологической науки и практики стали постепенно появляться некие представления о том, что успеха можно достичь, не обязательно опираясь на качество характера. Это так называемые технологии стали входить в психологическую науку. Технологии успеха. Там самые разные какие-то авторы позже уже появились и стали развивать всю эту революцию такую психологическую. Технологии, технологии, технологии. Технологии ораторского мастерства, технологии развития харизмы, технологии развития позитивного мышления, мысли-образы, технологии влияния, воздействия, манипулирования. Если хочешь добиться успеха, знайте технологии, изучай их. И вот он пишет, что примерно с 30-х годов 20-го столетия вот эти веяния или идеи стали потихонечку как бы входить в сферу науки и психологической практики. И он пишет, что никогда раньше успех, он не считался как бы, что его можно достичь исключительно при помощи технологий. Раньше было другое убеждение. Какое? Что успех достигается при помощи качеств характера. То есть сама личность должна быть зрелая. У личности должна быть некая внутренняя сила. Способность взаимодействовать с реальностью, выдерживать порой удары судьбы. Сохраняя некую свою внутреннюю культуру. Целеустремленность, решительность, благородство. Сострадание, внимательность к другим. Вот раньше это была основа успеха. Итак, смотрите, нам кажется это немножко странно, потому что сегодня это кажется чем-то старомодным. Кажется, что если я буду слишком добрым, слишком честным, слишком правдивым, то я ничего в жизни не добьюсь. Поднимите руку, кто замечает, что скорее в массовом сознании есть вот такие вот представления. Что этих качеств держаться не нужно. Нужно опираться на некие навыки, технологии. Ну хорошо, обратите внимание, многие из вас поднимают руку. Давайте проверим. Вы готовы проверить, какая же теория все-таки более точная? Поднимите руку, кто готов был проверить? Слушайте, ну это важно, важно проверить. Это же наша жизнь. Дело это не в теориях. Это же нам нужно прожить жизнь. Итак, смотрите, мы ставим очень интересный эксперимент. Мы хотим понять, нравственность способствует успеху или наоборот препятствует, является неким ограничением. Я помню, я как-то проводил одну программу в одном городе, и после программы ко мне подошел пожилой человек и стал трясти мою руку с благодарностью. Я спросил его, за что вы благодарите? Он сказал, вы не понимаете, что вы делаете? Я сказал, ну возможно, а что же я такого делаю? Это вот за что вы так благодарны? Он сказал, за неделю до вас в этом городе был один очень известный специалист, известный такой профессионал. И я, говорит, до сих пор не могу отойти от шока, от пребывания на этом семинаре, потому что в какой-то момент было сказано нечто, что меня поразило до глубины души. Было сказано следующее. Совесть – это самое большое препятствие для достижения успеха. Добро пожаловать в мир современной психологии. Итак, давайте начнем наше с вами исследование. Еще раз хочу сказать, оно такое очень актуальное для нашей жизни. Дело не в психологах, а дело в том, что мы с вами хотим добиться успеха. И нам нужно выбрать верный путь. Давайте постараемся понять, в чем он. И также давайте постараемся понять, а в чем ложный путь. Какой дорогой идти опасно. Мы будем с вами обращаться вот к этой способности интуитивно чувствовать жизнь, которая есть у нас у всех. К нашему внутреннему опыту. Итак, я хочу вам предложить одно небольшое упражнение. Пожалуйста, я сейчас буду называть все эти качества, которые вы называли. Пожалуйста, старайтесь сейчас их представлять, как будто они у вас есть. Воображение. Как будто вы сейчас ощущаете, что внутри вас энергия этих качеств. Хорошо? А потом мы с вами сделаем небольшой анализ. Итак, давайте сделаем небольшую проверку. Я называю качества. Вы представляете, как будто они внутри вас, как будто вы чувствуете их в себе. Итак, пожалуйста. Зависть. Представьте мысленно вот это ощущение, этого умонастроения. Жадность. Только не отвлекайтесь. Хорошо ощущайте эту энергию. Жадность. Соперничество. Ложный престиж. Грубость. Теперь мы с вами проверим на уровне нашего опыта другие качества. Пожалуйста, также их себе представьте. Сострадание. Благодарность. Уважение. Решительность. Доброта. Мягкость. Терпение. Мы с вами остановимся в нашем небольшом мысленном эксперименте. И теперь я хочу вас попросить сравнить чувства, которые у вас родились внутри, когда вы представляли первые качества, и чувства, которые у вас родились, когда вы представляли вторые качества. В чем разница? Нам нужны микрофоны для зала. Есть? Я хочу попросить несколько человек сказать вслух, и просьбу всех остальных внимательно послушайте, сравните свой опыт с тем, что будут говорить другие. Да, добрый день. В первом случае это было чувство одиночества. То есть в этих состояниях человек одинок. Только не рассуждайте. Смотрите, когда вы говорите, что человек одинок, вы уже начинаете рассуждать. Хорошо. Я хочу вас сейчас спросить исключительно о своем опыте. Итак, вы чувствовали одиночество? Да. Я чувствовала, что я одинок. И во втором случае это чувство счастья и чувство отдачи, что ты можешь с кем-то делиться тем, что есть у тебя внутри. Так, чувство отдачи и ощущение счастья. Да. Спасибо большое. Еще можно микрофоны в эту часть зала также. Так, у нас один микрофон только. Может быть, есть второй микрофон? Это было бы удобнее, если было бы два микрофона. Ага, спасибо за помощь. В первом случае у меня было ощущение, будто я одеваю чужую какую-то одежду на себя, которая вообще не моя. Это не мое. А во втором случае шло из груди что-то приятное, мягкое, теплое и вызывало уже такие хорошие ощущения комфорта. Хорошо, спасибо большое. Так, да. Здравствуйте. Ну, в первом случае, когда качества были отрицательные, грудь сжимала, то есть был дискомфорт и дышать было тяжело, честно. А в случае, когда мы начали представлять себе качества положительные, ну, вот, вторую часть, то появлялась какая-то даже энергия. То есть дышать легче становилось, спокойствие и энергия, причем на слове решительность, чуть не вскочил и тоже не полетел уже куда-то. Ну, прямо очень решительно все было. Спасибо. Хорошо, спасибо. Может быть, еще один-два человека, да? У меня были ощущения. Давайте сначала с микрофоном, а потом вы тоже с микрофоном. А ничего, у нас два микрофона, не переживайте. Итак, кто говорит? Я говорю, я тут, в конце зала. Ага, вижу, да. У меня возник образ, в первом случае, как будто меня заворачивало по спирали в какую-то маленькую точечку. Было очень неприятное ощущение, какой-то тошноты, ломоты, и в конце хотелось просто застрелиться. А когда мы вторую часть упражнения делали, было ощущение, что я наоборот по спирали расширяюсь, увеличиваюсь, и от этого было какое-то чувство любви, полета, счастья безграничного. И хотелось просто заполнить всю Вселенную собой. Хорошо, спасибо большое. Так, у вас микрофон, да, или где? Давайте. Добрый день. Я слушаю другие отзывы, я чувствую себя немножко некомфортно, но микрофон все равно взяла. В первом состоянии мне было привычней. Несмотря на то, что это там некачество, ну, то есть невежество какое-то, но оно было для меня привычней. А во втором, второе ощущение было чувство труда. То есть там надо трудиться. Оно хорошо, легко, здорово, но это прям ощущение чувства труда. Так, вот спасибо вам за честность. Кстати, похоже, это одно из качеств из нравственной культуры. Мне интересно вам вопрос один задать. В первом случае было привычно, в втором случае трудиться было нужно, чтобы даже представлять эти качества, не то, что их в жизни проявлять. А, кстати, поднимите руку, у кого примерно такой же опыт, что в первом случае было привычно, как-то более удобно, скажем так. Есть стихотворение такого прекрасного автора, Федора Тютчева, русского поэта. «Привычка свыше нам дана, замена счастья она». Я хочу вас спросить, вот, а где счастье было больше? В первом случае, когда было удобнее, комфортнее, или во втором? Как вы чувствовали внутреннее это? Счастье было больше во втором, а свободы в первом. Итак, счастье было больше во втором, а свободы, как бы, я более, как бы, владею этими методами, скажу так. Да. В первом случае. Профессионально практически. Профессионально. Интересно. Я хочу понять, все остальные чему радуются? Хорошо, давайте это запомним. Свобода была больше в первом, а счастья больше во втором. Теперь нам нужно еще понять, где успеха больше. Но пока не будем торопиться отвечать на этот вопрос, я обещал слово тоже вам дать, да? Поубавилась решительность. Нет, ну я просто уже теперь раз руку подняла, скажу, первый раз подняла. В первом случае, честно, как-то вот не коснулась. А во втором случае я поняла, что очень соскучилась по своим ученикам города Воронежа, и что мне не хватает. Вот уже потому что очень хочется и со своей стороны, и с их стороны эти качества реализовать друг к другу по отношению. Хорошо, спасибо. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку, кому, для кого, как сейчас попробую сформулировать, для кого более интересным внутренне кажется второй опыт. Итак, поднимите руку, кому кажется более интересным второй опыт, чисто по ощущениям. Спасибо. И опять я обращаюсь к вашей честности. Вы же все присутствующие здесь, обладающие высоконравственной культурой. Будьте, пожалуйста, честными. Поднимите руку, кому больше понравились первый опыт, первое ощущение. Раз. Один человек. Ну, один человек. Хорошо. Хочу вам кое-что сказать сейчас. Вот смотрите. Смотрите, если мы с вами сейчас более детально, более научно будем разбирать этот опыт, я хочу вам назвать его две характеристики. Скажите, откуда я их знаю? Ну, я и сам тоже что-то чувствую. И второе. Я вообще постоянно экспериментирую с разными людьми. Мне все время интересно как бы открывать опыт людей и учиться у этого опыта. И я обнаружил следующие вещи, как исследователь. Что в случае первых качеств, смотрите, мы чувствуем какой-то внутренний дискомфорт. Разные люди его по-разному чувствуют. Какое-то напряжение внутреннее. Как интересно, кто-то из вас сказал, как будто в первом случае что-то сжимается, а во втором случае как будто что-то раскрывается. Итак, смотрите. В первом случае как будто что-то сжимается и неуютное чувство. Это в самом общем случае, если описать этот опыт. А во втором случае как будто внутренне что-то раскрывается, приходит чувство радости. И как будто личность распахивается миру. Как будто большая свобода появляется такая. Поднимите руку, кто согласен, что примерно так можно описать ваш опыт. Только, пожалуйста, подержите руку и посмотрите друг на друга. Это очень интересно, вот эти поднятые руки. Знаете, почему интересно? Потому что это ваш некий универсальный опыт. Что это означает? Одну простую вещь. Что всякий раз, когда в жизни мы будем проявлять вот эти качества безнравственной культуры, внутри что-то будет схлопываться, закрываться. Как будто личность разрушается внутри. Как будто теряет свой потенциал, опору какую-то и счастье уходит. А во втором случае будет другой опыт, когда мы будем проявлять эти качества. Как будто внутри что-то раскрывается, потенциал личности. Начинает пробуждаться все больше и больше ощущение свободы, радости, энтузиазма. Итак, вот первый опыт, который мы с вами обнаружили. Только теперь я хочу пояснить, что он означает. Означает это, означает некое наше понимание того, что происходит. Приведу вам пример. У нас есть способность чувствовать жизнь, как мы с вами сказали. Мы можем ее чувствовать на физическом уровне. Например, если я сейчас дотрагиваюсь до этого стакана, я чувствую его пальцами. Если я возьму какой-то острый предмет и надавлю себе на тот же палец, я почувствую боль. Так же ведь? И вот что же означает эта боль? Боль означает буквально следующее. Что когда я острым предметом касаюсь кожи и надавливаю, тело дает сигнал. Какой? Я разрушаюсь. Потому что этот острый предмет начинает разрезать тонкие ткани кожи, и все, возникает боль. Тело сигнализирует через эту боль, что это опасная ситуация. Разрушая. Ты, если будешь делать это дальше, если будешь неосторожен, разрушится твое физическое тело. Вот боль – это сигнал, который помогает нам выживать в этом мире. А вот теперь давайте поймем, что в нашей психике также есть такие сигналы. И вот тот небольшой эксперимент, который мы с вами сделали, это был эксперимент именно такого рода. Потому что когда мы с вами представляли качество безнравственной культуры, мы чувствовали вот это тонкое ощущение боли. И что же оно означает? Оно означает, что наша психика под влиянием энергии этих качеств начинает разрушаться. И, соответственно, когда мы с вами представляли качество нравственной культуры, это другое ощущение. Как ощущение, знаете, вот мне очень нравится это русское слово «счастье». Если его разобрать, есть такая наука и темология, которая разбирает глубинные смыслы слов, то счастье – это закон гармонии. Когда я являюсь частью мира, нахожусь в гармонии с мирозданием, космосом. И вот когда человек так живет, приходит это ощущение счастья, причастие, причастность. Я – часть целого. Поэтому ощущение радости, счастья показывает, что ты делаешь верный выбор с точки зрения законов мироздания. И второе, что мы с вами почувствовали, когда представляли качество нравственной культуры, мы почувствовали вот это ощущение радости, счастья. Это означает, что мы почувствовали, что мир устроен так. Итак, вот первый эксперимент, который мы с вами сделали. Я хочу вас спросить, как вы воспринимаете это? Какие у вас чувства, мысли возникают, когда вы слушаете этот материал? Вернее, не то, что слушаете, а когда мы с вами вместе понимаем этот материал? Какие чувства, мысли возникают? Ну, просто скажите, что возникает. Не выдумывайте только ничего. Потому что мы с вами с самого начала договорились, мы будем держаться нашего внутреннего опыта. И вот я вас сейчас спрашиваю. Как вы реагируете на то, что у нас сейчас проявилось в нашем общении? Мысли, чувства. Так, давайте, кто говорит? Шавел Александрович. Много опыта и так далее. Ну, значит, какое-то озарение, понимаете? Озарение, правда. Я знал эти слова, другие слова. Но вот такими параллелями, которые вы привели, во мне какое-то озарение происходит. Так и более жесткое разграничивание этих понятий. Спасибо за вашу такую внимательность. Вот для меня было очень важно услышать то, что вы сказали. Когда мы внутренне начинаем ощущать влияние на нас этих разных энергий, мы начинаем очень четко их разграничивать. Мы понимаем, что это совершенно два разных опыта. Это очень важный итог нашего эксперимента. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, какие чувства, мысли у вас возникают, когда мы с вами сейчас сделали такой небольшой анализ? Давайте, 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 да. Ну, я могу за себя сказать, что стало как-то легче. Легче стало. Легче в чем? Ну, когда есть понимание, становится легче. То есть, когда понятно, что хорошо, что плохо, вот это разграничение, как правильно Шалова Александрович сказала, оно понятно, становится понятно, что дальше делать. А это дает некую легкость. Ну, то есть, есть легкость и уверенность, что все будет хорошо на самом деле. Итак, есть уверенность, потому что у меня появляется понимание, как устроен мир и, соответственно, как мне в нем нужно действовать. Спасибо. Еще? Кто говорит? Я на самом деле человек очень сомневающийся и все подвергающий сомнению. И конкретно в данном ключе, да, мне кажется, что аудитория подготовлена, слишком настроена. Этот эксперимент был бы неплох в неподготовленной ситуации. Итак, вы все неквалифицированы, как выясняется, для нашей работы. Ну, просто потому что, да, мы здесь все такие, все высоконравственные, все стремимся к совершенству духовному, тра-ля-ля. А вот, ну, в обычном мире, да, там, среди обычных людей, ну, далеко не все прям так уж. Хорошо. И действительно ли у них такие ощущения тоже будут? Как вас зовут? Елена. Дорогая Елена, действительно ли у них такие ощущения? Я хочу вам сказать, что я проводил эти эксперименты в самых разных аудиториях мира. Хочу вам сказать, у всех такие же ощущения. Спасибо. Можете поверить, можете нет. Я сейчас немножко прокомментирую. Люди обычно не замечают этой разницы. То есть они думают, что качество безнравственной культуры, они позволяют добиваться успеха. Сейчас, кстати, к успеху мы подойдем. Первое, что мы с вами изучаем, это то, как себя личность чувствует в этих двух разных энергиях. Так вот, обычно люди в жизни не замечают вот этого отрицательного влияния качества безнравственной культуры на себя. Я сказал, что разрушение психики происходит. Они это не замечают. Почему? А нечем замечать. Знаете, чтобы заметить, сознание нужно обратить вовнутрь. Что же у меня там происходит? Вот когда я проявляю эти качества, что внутри меня происходит? И обычно люди этого в жизни не делают. Почему? Потому что люди очень в суете существуют, в стрессе. Они хотят добиться внешних целей. Все их сознание там, в будущем. Я хочу получить вот это. И я действую для того, чтобы это случилось. Чтобы заметить, что происходит внутри меня, сознание нужно обратить вовнутрь. Это тот эксперимент, который мы с вами сделали здесь. Но я хочу вам сказать, что в самых разных аудиториях, какие бы люди ни собирались, если мы останавливаемся и начинаем представлять вот эти качества, и эти качества все люди замечают, что первые качества на личность действуют разрушительно, а вторые качества начинают раскрывать потенциал личности. Но это вот как исследователь могло вам немного ответить на ваши сомнения. Спасибо большое. Мы с вами сейчас сделаем следующий очень интересный шаг. Я не знаю, вы утвердились в понимании, что энергия первых качеств действует разрушительно на личность? Мы буквально это можем почувствовать. А энергия вторых качеств, она действует благотворно на личность. Личность себя более хорошо чувствует. Поднимите руку, кто утвердился в этом понимании, что так примерно и было все. Подержите, пожалуйста, руку. Вы же друг друга не видите, вы же все забудете. Посмотрите друг на друга. Смотрите, они же тоже убедились. Закон, закон, объективный закон жизни, мироздание, космоса. Пожалуйста, не забывайте его. Поднимите руку, кто хотел быть счастливым. Так, у меня к вам вопрос. А как это сделать? При помощи каких качеств? Обратите внимание, сейчас мы не говорим об успехе, говорим о счастье, об удовлетворении. При помощи каких качеств? Кто понимает, что при помощи вторых? Поднимите руку. А, поднимите руку повыше и посмотрите друг на друга. Смотрите, они тоже понимают. Но когда поаплодируете друг другу за это понимание. Теперь мы с вами делаем очень второй решительный шаг. Успех. Потому что есть это представление, что именно первые качества, вот эта безнравственная культура, они и позволяют добиваться успеха. Иди по головам других своей цели, не обращая внимания ни на кого. Конечно, ты добьешься того, чего ты хочешь. Кажется так. Хорошо? Эксперимент делаем? Кто за эксперимент? Я буду сейчас вам все говорить. Вы тоже это представляете, пожалуйста. Итак, как вы можете понять, у нас есть два выбора в жизни. Вот личность. И один выбор, который нам дается, это выбор эгоизма. Собственно, качество безнравственности – это различные качества проявления вот этой эгоистичной культуры или эгоистичного настроения. Сосредоточенности на себе. Согласны, что это так? Жадность. Кто жадный? Я. Мне что-то нужно. Зависть. Еще одно качество эгоизма. Соперничество. Я самый важный, а не ты. Еще одно качество эгоизма. Грубость. Я выше тебя. Я буду манипулировать тобой и эксплуатировать тебя. Еще одно качество эгоизма. То есть корень всех качеств безнравственности – это вот это эгоистичное начало, которое во всех нас также есть. Но второй выбор, который дается человеку в жизни – это выбор, как бы вы его назвали? Что является корнем, как бы, этого второго выбора? Как бы вы это назвали? Ну, что противоположно эгоизму? Служение, отдача, благородство. Если научным образом это определить, то это настроение любви. Эгоизм – это сосредоточность на себе. А любовь – это бескорыстие. Когда я что-то бескорыстно делаю ради блага других. Это вот эта энергия чистой любви. И что мы с вами сейчас представим? Вы все в жизни занимаетесь какими-то делами. Давайте перейдем, как бы, в эту сферу успеха сейчас. У вас есть какие-то занятия. Я прошу вас сейчас мысленно представлять, пока не начинайте, просто выслушайте. Дело, которым вы занимаетесь в жизни. Ну, например, в сфере профессии. Если вы не работаете, есть какие-то постоянные повседневные дела, которые вы делаете. То есть я прошу каждого сейчас представить дело, которым вы ежедневно заняты чем-то. Поднимите руку, у кого есть какие-то такие дела, которыми вы заняты. Так ваша жизнь не проходит бесполезно. В общем, представляйте сейчас именно это. Но в первом случае мы с вами будем представлять, что мы будем это делать с энергией эгоизма. То есть я занимаюсь этим делом для того, чтобы извлечь некую выгоду для себя. То есть что-то получить, я не знаю, денег, например, заработать. Или, я не знаю, получить одобрение кого-то. Это же тоже эгоизм. Потому что я хочу какую-то выгоду извлечь, тонкую или грубую. Поднимите руку, кто не понимает, что такое энергия эгоизма. Вам нужно как-то отдельный семинар провести, чтобы вы знали, что представлять сейчас. Так, а поднимите руку, кто понимает, что такое энергия эгоизма. Ну, как она чувствуется. И так все здесь очень хорошо разбираются в этом сложном предмете. А второй раз мы с вами представим то же самое дело, но вот с этой энергией бескорыстия. Как будто я это дело делаю ради блага других. Я не ожидаю ничего взамен. Ну что, начинаем эксперимент? Только у меня с вами большая просьба. Будьте сейчас внимательны. На первом шаге мы с вами поняли, что у нас есть способность чувствовать мир, как он устроен. И вот сейчас мы с вами будем работать с этой способностью. Пытаясь продиагностировать успех. При помощи какой стратегии его можно на самом деле добиться. Ну что, начинаем? Начинаем или нет? Представляйте, пожалуйста, вот эти ваши повседневные дела, которым вы заняты. Или дело какое-то, профессиональное или какое-то другое. Но вложите туда вот это ощущение, что я делаю это с желанием извлечь некую выгоду для себя. Так просто внутренне представляете. Представьте вот это ощущение. Я хочу получить какую-то выгоду для себя. И теперь мысленно представьте, как с этим ощущением вы начинаете выполнять вот это дело. Заниматься им. И в процессе того, как вы это представляете, пожалуйста, продолжайте это делать. Я прошу вас обратить внимание на две вещи. Первое, как вы при этом себя чувствуете. И второе, каким результатом это приводит на внешнем плане. Какая реальность из этого возникает в вашей жизни. Просто обратите на это внимание. Еще некоторое время, пожалуйста, побудьте в этом представлении. Как я выполняю это дело, но с этим умное настроение излечь некую пользу, выгоду для себя. И каких два результата я получаю внутри себя, в виде моего опыта, внутреннего ощущения себя. И на внешнем плане. Какая реальность возникает на внешнем плане в моей жизни. Теперь мы с вами делаем второе упражнение. Дело остается тем же самым. Ничего не меняется внешне. Только вначале представьте, пожалуйста, внутри себя вот это умное настроение бескорыстия. Бескорыстие это означает, я буду делать это дело ради блага других. Чтобы они получили благо. Пожалуйста, найдите у себя такое чувство. Просто умное настроение. Где-то в своем сердце. Раскройте его. И теперь мысленно представьте, как вы занимаетесь этим вторым делом вот с этим ощущением. Погрузитесь в это представление. То же самое дело, но нет никакой вашей корысти. Просто ради блага других я это делаю. И вновь обратите внимание на две вещи. Первое. Как вы внутренне себя чувствуете при этом. И какие результаты на внешнем плане. Иначе говоря, какая реальность внешней жизни возникает у вас. Что происходит на внешнем плане. Спасибо. Давайте остановимся. И вновь сравните вот этих два опыта друг с другом. Каждый из вас может внутри себя делать это небольшое исследование. Я хочу попросить несколько человек, других, не тех, кто уже говорил, опять сказать, в чем разница. Первого и второго опыта. Как вы это замечаете? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна из Москвы. Сейчас я попробую сформулировать на ходу. Значит, сразу разница сместилась. И там, и там было здорово, радость. Но в первом случае радость была где-то там в будущем, когда вот они все увидят, как я здорово сделала, и скажут вау. И, может быть, даже скажут спасибо. А я скажу, да ну что вы? Собственно, это же все так бескорыстно. А самой будет очень радостно, что... Но это все в будущем где-то, да? И если это вау не скажут, и спасибо не скажут, то радости не будет. Это первый случай. А в втором случае более настоящая радость, которая, ну, реальная, она вот прямо в процессе делания. И не так важно, скажут мне спасибо или нет. И получается большая, ну, как бы сказать, ну, независимость, что ли, от вот внешних, ну, скажут или не скажут, да, спасибо. То есть, ну, получается большая свобода, и радость прямо сейчас, прямо здесь, а не где-то там в будущем. Спасибо. Надеюсь, я понятно сказала. Сейчас, сейчас, подождите, не торопитесь. Итак, в первом случае это ощущение какое? Что радость где-то в будущем, а сейчас я просто трудиться должна. Да-да-да-да, я должна заслужить, да, я ошиблась. Сейчас я просто должна функционировать, работать, трудиться. Это ощущение в настоящем. С некой надеждой, что когда-то в будущем что-то, поощрение придет. Да. Во втором случае это чувство радости уже сейчас и чувство свободы уже сейчас. Ну, мне показалось так. Я же не опровергаю. Я просто хочу, чтобы мы с вами зафиксировали это. Хорошо? Спасибо. Еще? Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я с Одинцова. У меня даже представлять не пришлось, потому что у меня так сложилось. Первое ощущение – дело, да. То есть я хотела заработать деньги, я хотела добиться какого-то положения, но в итоге это было истощение. То есть ощущение истощения, даже заработанный успех и заработанные деньги мне не принесли никакого удовлетворения. Во втором случае, когда я развернулась и ушла, и решила открыть свое дело, но с другой позицией. То есть я подумала, что я буду просто дарить благо. Я открываю свою маленькую школу и просто прошу людей помочь мне организовать эту школу с ощущением «давайте дарить благо». Вы не представляете, мне очень хочется поделиться, правда. Это ощущение полета. И это такое раскрытие, знаете, я вот уже полгода я летаю. Это правда. И причем пришли деньги, да, это, как я называю, ну, такой побочный эффект, но они уже радостные. Итак, в первом случае это ощущение какое? В первом случае это истощение. Истощение. Истощение очень сильное. Так, истощение. В втором случае ощущение полета. Ощущение полета. Хорошо, спасибо. Еще, 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 пожалуйста, нам несколько. Меня зовут Галина. Я наконец-то раскрыла секрет, который давно меня мучил, буквально с детства. Каждый день я приходила домой со школы, и мне нужно было, видела грязь дома, и мне нужно было убираться. И я это делала, ну, с таким отвращением. Думаю, ну, сколько он может? Ну, почему опять мне? Ну, почему больше никто не может? И вот, знаете, вот грязи становилось все больше, как ни странно. И вот, и сейчас у меня это тоже продолжается самое удивительное. Я каждый день убираюсь, думаю, ну, откуда, ну, почему? И сейчас вот, наконец-то, когда я представила, что если это дело действительно с любовью, что вот, там, ребенок найдет где-то на месте свои, там, тапочки, или, там, уберу носки, там, за мужем, или еще чего-то, или кто-то придет домой и пройдется по полу в белых носках, и человек от этого станет лучше. Это вот прямо действительно так тепло на душе стало, и даже захотелось это делать. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Давайте кто-то еще один, но нам нужен мужчина. Вот, мужской опыт нам нужен также. Здравствуйте, меня зовут Ерик. В первом случае чувство, что будет наказание, страх наказания. Вот, что все равно будет какая-то цена. В втором случае полное доверие, как бы, что, с чувством полного доверия. Ты, как бы, делаешь дело. И, ну, чувство доверия, короче. С чувством полного доверия. Хорошо. Спасибо большое. Хочу вас спросить опять. Поднимите руки, кому понравился больше первый опыт. Первый опыт. Так, раз, два человека у нас есть. Ага, спасибо большое. Кому больше понравился второй опыт по внутренним чувствам каким-то, ну, подержите руку, посмотрите друг на друга тоже. Взгляните на этих свидетелей. Истины. Давайте разберем немного. Я хочу немножко прокомментировать ваш опыт. Обратите внимание, в случае первой стратегии, то есть стратегии внутреннего выбора. Как чувствовать жизнь, к чему стремиться, умонастроение выбирать. Вот это эгоистичное. Мы с вами имеем то, что внутренне неуютно. Смотрите, да, я хочу получить какую-то выгоду, то есть радость в будущем ожидаема. Не факт, что она случится, как было сказано, но она ожидаема там. Однако сейчас я чувствую очень неуютное состояние. И опять хочу обратить внимание, в жизни часто мы этого не замечаем. Почему? Не потому, что этого нет, а потому, что мы этого не замечаем. Потому что вы же сейчас все здесь это заметили, что внутреннее-то неуютное чувство. Просто сознание обратили, как бы туда фокус внимания, вовнутрь. Что же там происходит, когда у меня это умонастроение? И смотрите, там неуютное чувство. Поднимите руку, кто согласен сейчас, что чувство неуютное. Ну, простите, это то же самое разрушение внутреннего мира, о котором мы с вами сказали на первом шаге. Оно интенсивно происходит. То есть всякий раз, когда я культивирую себя, это умонастроение, я разрушаю себя как личность. Во втором случае мы с вами замечаем другой результат. Это некий позитивный, радостный результат. Как будто это чувство радости, энтузиазма, вдохновения внутреннего раскрывается. Это то, что мы с вами можем заметить внутренне. А теперь нас будет интересовать внешний результат. Вот смотрите, удалось ли вам заметить, что в первом случае такая модель поведения, которая как бы работает вот на этой энергии. Это же энергия, топливо, которое запускает поведение. Это же поведение питается именно этим топливом внутри нас. Но обратите внимание, какая реальность возникает вокруг нас при этом. Какая? Если ее определить одним словом, то эта реальность очень напряженная, конфликтная. Как бы я оказываюсь в мире, где нужно постоянно сражаться и бороться. Как бы выживать. Как бы преодолевать влияние среды. Поднимите руку, кто это заметил, что примерно так было. Ну опять, у меня просьба, поднимите руку, посмотрите друг на друга. Важен-важен опыт тех, кто рядом. Хорошо. А удалось ли вам заметить, что во втором случае возникает другая реальность вокруг нас? Какая? Секундочку. Это реальность более гармоничная. Реальность, в которой появляются какие-то возможности, как будто сами собой. Как будто мир начинает поддерживать наши действия. То есть, если в первом случае он начинает как бы блокировать такое сопротивление серьезное дает, с которым нужно сражаться. То во втором случае как будто некая поддержка из мира приходит. Такое, знаете, пространство свободы раскрывается. И какие-то возможности там возникают. Я вот такими бы словами это описал. Поднимите руку, кто замечает, что во втором случае скорее второе было. И так можно повыше руки поднимите. Взгляните друг на друга. Ну посмотрите, посмотрите. Ну и как вам кажется, где успеха было больше? В первом случае или во втором? Поднимите руку, кто согласен, что во втором случае успеха больше, возможностей больше. Сама Вселенная поддерживает. Слушайте, а ведь очень интересный эксперимент мы сделали. Или вы до сих пор в недоумении? Хочу вас спросить, какие мысли, чувства у вас возникают, когда вот сейчас мы послушали с вами вот эти вот описания, как бы анализ этого опыта сделали, своего. Итак, какие мысли, чувства возникают? Можно микрофон? У меня возник вопрос, что человеку мешает перейти во второе состояние и жить по второму состоянию, понимая разницу между первым и вторым? Хороший вопрос. Дам короткий ответ. Второй ответ пока не дам, более длинный. Короткий ответ простой. Человек просто не понимает этого. Ну вот понимание пришло. Ну, насколько оно устойчивое. Мы же с вами попадаем под влияние некой моды, объяснений, которые дают нам другие люди. Живи, например, на яркой стороне и не дай себе засохнуть ни в коем случае. Объяснений же много дается. Мы с вами же под влиянием находимся. Именно знание дает нам свободу. Как сказал один английский, кажется, философ Фрэнсис Бэкон, знание – это сила. То есть, если у нас есть знание, мы начинаем очень верно действовать в жизни. У нас выбор появляется. Хорошо, спасибо. Еще какие мысли, чувства у вас приходят сейчас, да? В результате этого материала. Здравствуйте. Вот я хотела бы спросить, а что подразумевается под успехом? Ну вот у меня была раньше, да, вот эта энергия эгоизма, сейчас вроде энергия любви. Но я домохозяйка. Я при этом сейчас счастлива, я вроде отдаю всю свою энергию. Микрофон, микрофон говорите. Получают этого удовольствия, да, то, что, но успешно ли я как человек, вот для других скажут, да, ты всего лишь домохозяйка, ну счастлива ты и счастлива там в своей квартире. А успех чем измеряется? Подождите, сейчас, спасибо за вопрос. В данном случае, когда я спрашиваю вас сейчас, и когда мы делали этот небольшой эксперимент относительно успеха, успех был относительно того дела, которым вы занимались. Например, если вы занимаетесь дома, как домохозяйка, то в чем ваш успех? Ну в чем успех? Как бы вы его определили? Ну я, мой, да, я дома счастлива. Моя семья… Счастье – это внутреннее состояние, это счастье. Есть счастье, есть успех. Успех в чем? Ну дети довольны. Вот, довольны дети еще. Муж доволен еще. Хорошая атмосфера дома. Да, да. Так. И вот скажите, пожалуйста, успех домохозяйки, то, о чем вы говорили, он был где больше, на первом пути или на втором? На втором. На втором, все. Мы с вами видим, что в случае… Ну если бы нам не был груз, ответственность там обеспечить семью, еще что-то, я бы не смогла. Не торопитесь, вы же этот эксперимент не делали. Мы же с вами договорились, что у нас есть способность чувствовать жизнь. И вот мы с вами еще протестировали на предмет разных дел, вот с этой энергией, когда мы их выполняем, и выполняем с этой энергией. Итак, все домохозяйки теперь могут убедиться, что оказывается успех домохозяйки, он по-настоящему возможен тогда, когда питается энергией бескорыстной любви. Дорогие домохозяйки, поднимите руки, кто согласен с этим. Ну все, домохозяйки согласны. Теперь давайте другие дела проверим. Вы же тестировали разные дела, так что там еще у вас было? Добрый день всем, меня зовут Юлия. У меня сейчас внутри состояние такой растерянности и недоумения, замешательства. Потому что я честно скажу, я представляла бизнес-ситуацию, я работаю руководителем, и я работаю в энергии эгоизма, это точно, там есть четкая, ну как-то привычный стиль. На любви я сначала заснула, потом проснулась. И знаете, такое ощущение было, когда ты себе рисуешь какой-то образ, а ум в это время тебе говорит, ну какую-то вообще ерунду рисуешь. И вот какое-то такое внутреннее неверие в реальности. И единственная мысль, которая в результате вот этого опыта появилась, надо работу менять. Ну вот, и вот внутри такое какое-то замешательство, то есть вера в то, что в состоянии любви можно вот так же руководить, решать задачи, у меня, по крайней мере, не появилось. Слушайте, спасибо, спасибо за вашу такую внимательность. Она вдохновляет многих, как я замечаю, в зале. Как ваше имя, только микрофон не отдавайте. Юлия. Да, Юлия. Юлия, я обращаю внимание, что у вас есть в результате этого упражнения, которое мы делали, появилось два опыта. Первый опыт. Вы интуитивно почувствовали, что так лучше жить, в том числе в сфере бизнеса. А второе, вмешался ум, сказал, ты что? Как так возможно? И что из этого получится? Итак, смотрите, интуиция сказала, вот она настоящая. И, кстати говоря, вы даже не дали развернуться этому образу, потому что тут же возник ум, который остановил это. Как так жить? Ты посмотри, разве так возможно? И стал какие-то аргументы приводить. Один, второй, третий, четвертый. Так же было? Да, да, да. Ну вот давайте различать, есть ум, а есть чувство интуиции. И чувство интуиции сразу откликнулось на второй опыт. Замечаете это? Ну вот так. А поднимите руку, кстати говоря, у кого примерно то же самое было? Чувство интуиции сразу откликнулось? Да, сказала. А ум сразу вмешался и остановил. Как так вот сделать? Это невозможно в этом мире. Итак, у кого было такое? Не очень многих, но у кого-то было. Хорошо. Но тем не менее, обратите внимание на интуицию. Пожалуйста, кто еще хотел бы сказать? Здравствуйте. Где вы говорите? Меня Ирина зовут. Ирина. Здесь я. Я хотела рассказать, что у меня не получилось представить второй вариант. Либо мне не хватило времени для этого. Мне проще было представить, как обычно у меня происходят дела рутинные, которые я выполняю. Ну, не всегда так. Но вот, как вы сказали, с такой энергией представлять гнев, соперничество. Так же я поняла, правильно? Да, да, да. И получилось так, что на внешнем уровне проявляется такая тяжесть, тяжело делать с такими мыслями, и обида. И на внешнем уровне появляются претензии. Претензии, что вот мне должны сказать теперь хотя бы спасибо за то, что я делаю. С энергией любви, я долго, времени не было, чтобы это представить. У меня не получилось. И тогда я подумала, что тогда я буду делать это не для кого-то и не ждать ни от кого спасибо, а для себя. Начать хотя бы вот такое промежуточное, наверное, положение, состояние. Хорошо, спасибо. Спасибо, что говорите. Давайте мы сейчас маленькую паузу сделаем. Я хочу проверить, насколько знание, которое у нас с вами начинает сейчас внутри раскрываться, оно обладает неким опытом устойчивости внутри нас. Поднимите руку, у кого сейчас есть устойчивое понимание, что действительно именно вторая стратегия, она позволяет добиваться большего успеха в жизни. Я сейчас говорю исключительно об опыте, который мы сделали. Не о том опыте, который у вас в жизни есть. Итак, поднимите руку, у кого сейчас такое представление есть, исходя из этого опыта. Хорошо, спасибо большое. У кого этого представления не возникло, также поднимите руку. Здесь все честные люди? Так, а поднимите руку, кто руку не поднимал. Ну вот спасибо за честность, что вы там не поднимаетесь, почему? Ладно, давайте немножко поговорим. Опыт мы получили. Знаете, у нас есть две способности внутри. Первая – это способность интуиции. Сердце чувствует, как устроен мир. И вот мы с вами сейчас чуть-чуть поработали с этой интуицией. Она очень безошибочна. Смотрите, когда мы к ней внимательны, мы очень четко чувствуем, где истина, а где ложь. Какая дорога приведет нас по-настоящему к нашим целям, к реализации себя, своего предназначения, а какая помешает? Мы очень это чувствуем. Проблема в том, что мы не стремимся чувствовать в жизни. Мы просто суетимся, механически существуем и просто подчиняемся тем представлениям, которые транслируют нам средства массовой информации порой. Итак, у нас есть способность чувствовать, это сердечная способность. Но очень важна еще одна способность, вторая. Кто-то может сказать, какая? Это способность разума. Именно в разуме возникает убеждение, понимание, как нужно жить. И вот нравственность, она должна проявляться и на первом, и на втором уровне. Потому что нравственную культуру мы с вами все чувствуем. Вот это ощущение совести есть у каждого из нас. Проблема в чем? Мы этого не замечаем. И не складываем систему убеждения из этого. Вот так нужно жить. И поэтому наше с вами сердце или способность чувствовать мир сердцем не защищена разумом. А в разуме у нас другие представления. Ешь, пей, наслаждайся и на яркой стороне все это делай. Мы сложили там другие убеждения. Убеждения потребителя, который пришел в этот мир, чтобы извлечь максимальное удовольствие, не обращая внимания на благо других. Но что мы с вами должны сказать? Что вот в этой системе убеждений, системе убеждений эгоиста разрушается как личность, что мы с вами уже проверили, так и семья, что очевидно, по-моему, разве нет? Когда встречаются два эгоиста, и каждый будет ожидать от другого, что он должен удовлетворять мои чувства. Скажите, пожалуйста, такие отношения будут устойчивыми? Как вы считаете? Ну вот представьте, встретились два эгоиста, каждый сосредоточен на себе, каждый хочет извлечь удовольствие из другого для себя. И всякий раз, когда он это удовольствие мне не причиняет, у меня возникает философский вопрос – а в чем смысл твоей жизни? После чего следуют некие действия. Ну, разные. Поднимите руку, кто согласен, что если встречаются два человека, которые утвердились в культуре эгоизма, то семья долго не просуществует. Ну, и так разрушается семья. И это та статистика, которую мы наблюдаем сейчас. Например, несколько лет назад я узнал официальную статистику в России, что в первый год заключения брака, 80% таких браков в России распадается. Это официальная статистика сейчас современного российского общества. Мы имеем с вами некое следствие вот этой культуры, когда оно утверждается в нашем интеллекте как мировоззрение. Но обратите внимание, будет разрушаться не только личность и семья. А что еще будет разрушаться? Будет разрушаться и общество. Потому что из общества уходит идея блага других. Все начинают жить для себя. Смотрите, общество начинает растаскиваться на части. Это непрерывная конфликтная среда, в которой сейчас существует общество. Сражаются разные экономические организации друг с другом за рынок, потому что каждая организация ставит себе цель «я должна извлечь выгоду», «я должна утвердить свой товар», «я должна привлечь потребителей к своему товару». Возникают разные национальные и социальные конфликты, потому что каждая нация или каждая социальная группа отстаивает свои права за счет прав других каких-то наций. Возникают религиозные, военные конфликты. И знаете, что еще? Еще экологический конфликт. Потому что сейчас современное общество конфликтует с природой. Смотрите, сама природа протестует тому, что делается сейчас в мире. Мы с вами имеем ситуацию нестабильного общества, в котором очень сильна энергия страха, агрессии, подозрения и отчужденности людей. Вот три реальности, которые мы с вами имеем. Разрушение личности, разрушение семьи или отношений и разрушение общества в целом. Это некий научный анализ того, что происходит того, когда вот эта энергия эгоизма начинает преобладать в жизни отдельного человека. А потом она просто в обществе и в семье в отношениях суммируется. И, соответственно, давайте мы с вами сейчас небольшой эксперимент сделаем. Мы же с вами серьезные люди. Мы же не только сейчас думаем о себе, о своем благе. Давайте представим сейчас, а что будет с обществом, если в обществе утвердится вот эта энергия бескорыстия. Итак, пожалуйста, мысленно сейчас представьте, как будто все люди в жизни, первое, опираются на энергию эгоизма. То есть думают только о своих интересах во всех сферах жизни. Мысленно представьте сейчас это. Вот планета Земля и все люди живут в этой культуре, в этом настроении эгоизма для себя, для себя, для себя. Представьте этот образ. И теперь я хочу вас спросить, представить другую ситуацию, когда все люди на планете живут вот этой энергией блага других, вот этим вкусом, что-то сделать ради блага других. Мысленно представьте это. Все люди на планете освоили вот эту культуру, эту систему убеждений. Какой образ вам представляется в этом случае? Итак, я хочу попросить несколько человек сказать, что вам представилось в первом случае, что во втором. Кстати, поднимите руку, кому второй случай больше понравился, чем первый. Многим. Интересно, а что же вы там представили? Итак, пожалуйста. Только сейчас очень внимательно слушайте, пожалуйста, друг друга. Что же представилось в первом случае, что во втором? Здравствуйте, меня зовут Елена. Ну, в первом случае у меня произошел сразу Армагеддон. То есть взрыв планеты просто не выдержала этого эгоизма. И я не знаю, ну какие-то разрушения там, вулканы, что-то природу вытеснуло человека. А во втором случае сразу процветание. То есть основное слово это процветание, счастье. И, ну, планета вся зеленая, цветущая. Ну, образ такой, картинка возникла, что все счастливы просто. Спасибо. Итак, во втором, в первом случае Армагеддон, разрушение всеобщее. Во втором случае процветание всех. Да, процветание. И все счастливы. И все счастливы. Интересно. Спасибо. Еще. Угу. У меня прям картина нарисовалась как маслом. Планета, Земля. И каждый человек делит эту планету, она урывает себе кусок. И кто-то хочет больше, да, и начинает убивать другого, забирать жадность. В общем, полнейший хаос. Ну, в принципе, идентичная картина возникла. И когда каждый, второй вариант, когда каждый делает что-то для другого, это благоухание, это процветание, это что-то, вот, солнце светит, все ярко, люди счастливы. Вот два таких варианта. В принципе, очень похожи. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще, 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 еще. Детали раскрывайте только. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. И в первом случае мне представились почему-то вот эти нефтяные пятна на нашем океане. Бедные животные, которые просто умирают, задыхаются в этом дыме, да. Сердце сжалось. Вот. Сложно подобрать слов. Вот. А во втором случае, вы знаете, мне представился тот солнечный город, который описывает Николай Носов в своей книжке про Незнайку. Мы очень любим эту книжку, читаем ее. Вот там действительно все коротышки были совершенно бескорыстными. Служили друг другу. И в городе никто не воровал, никто друг друга не обижал. Они наступали друг другу на ноги. И они жили очень счастливы. Вот. Вот представился этот солнечный город из этой сказки во втором случае. Хорошо. Спасибо большое. Ну, кто-то еще скажите. Я хочу начать с малого и закончить общим. На самом деле, когда я ехала сюда на фестиваль, мы с мамой начали очень сильно ругаться. И у нас было такое недопонимание друг с другом. Мы ругались чуть ли не каждый день. У нас были конфликтные ситуации. И я быстрее ждала того дня, когда я смогу приехать на фестиваль. Потому что я верила, что когда я приеду сюда, то я смогу почувствовать вновь эту энергию любви. И когда мы с мамой ругались, то я ходила в школу тоже в таком состоянии неудовлетворения какого-то. В школе у меня тоже не получалось правильно строить отношения. Мне не хотелось вообще туда ходить, никого видеть. Я понимала, что это состояние какого-то такого дефицита. И не было никакой связи. А сейчас я приехала сюда, и я почувствовала, что мое сердце начало раскрываться. И я позавчера, первый раз в жизни, наверное, маме своей искренне записала сообщение и сказала ей, что я ее очень сильно люблю. И для меня это просто такое открытие. Я сейчас понимаю, что я приеду домой совершенно в другом состоянии сознания, с другим чувством. И мне очень хочется просто поддерживать эту такую внутреннюю связь и становиться самой этим проводником и любить. Потому что этот опыт, он откликнулся мне гораздо больше, чем опыт эгоизма. Потому что эгоизм, и с моей стороны, к маме он приводил к очень большому разрушению. Спасибо. Все изучали когда-то в университетах мнение философов древних, которые пытались в древности создавать город солнца, страну всеобщего благоденствия, но никому из них не удалось. И на протяжении многих веков после них тоже не удалось. Потому что невозможно представить вот такую планету, где будет всеобщая любовь. Потому что это не будет планета развиваться, не будет общество развиваться. Развиваться оно только, когда есть проблемы, есть противоречия. Это источник развития. Меня зовут Галина. Галина, как вам кажется, сейчас говорит ваша интуиция, сердце или ум, у которого есть какие-то представления о том, как все устроено? Наверное, больше ум. Так. В то же время и интуиция, наверное, все вместе. Все вместе. Непонятно, что говорит, но скорее ум. Скорее ум. Так. А вот когда мы делали эти небольшие эксперименты, у вас какой там опыт был? У меня опыт был и тот, и другой. Да, верно. Но был ли у вас опыт, что в случае вот этой энергии бескорыстия как-то вы более себя хорошо чувствуете и более благоприятная какая-то среда? Вот на своем примере я чувствую себя более благоприятно. Но когда я думаю о всей планете или даже внутри одного какого-то города, создать часть ее невозможно. Галина, подождите, смотрите. Итак, вот я прошу вас прямо сейчас подумайте, что все люди на планете, они освоили вот эту культуру бескорыстия. Мысленно просто. Представьте, это воображение. Вот я представила. Так, и что там представляете сразу? Я считаю, что это невозможно. Так это... Стоп, стоп, стоп. Ах, две вещи я от вас слышу. Вы что-то представили, и пока скрываете внутри себя, что вы представили. Но говорите то, что сразу возникает в вашем уме. Это невозможно. А что представили? Представила... Какой-то рай на земле. Невозможно. Но почему-то представляется. А почему-то представляется. А как вам кажется? Это недостижимая цель человечества. Недостижимая абсолютно. А как вам кажется, что если все люди начнут своих детей воспитывать вот в этой культуре? Ведь дети же вырастут такими. Ну, мы будем приближаться, но все равно... В итоге невозможно. Это моя точка зрения. Так, так. А вот как вам кажется, сейчас что говорит? Интуиция или ум? Сейчас интуиция. Как-то они вас меняются местами, я замечаю. Нужен второй микрофон, пожалуйста, дайте. В современном мире как раз сейчас это и происходит. Вот в первом случае сейчас все разрушается из-за энергии эгоизма. А второй уровень это мир любви, который мы здесь собрались, чтобы создать. So, and the lady, who was telling about that, she has started imagining, so she has already started, she is already in the second stage. So, you have shown the picture and you have made the people to think about it, that this is wrong and this is right. То есть вы показали нам вот это изображение и помогли людям задуматься о том, что вот это правильно, это неправильно. And this is the reason why we are having the problems. Это причина, по которой у нас проблемы существуют. So, I hope that we all will be going on the second stage and we'll be following it and spreading the love. Я надеюсь, что мы все перейдем на второй уровень, будем следовать ему и будем распространять любовь вокруг себя. Спасибо. Это говорил, кстати говоря, профессор про Дюмна Синк. Профессор Джейпурского университета, пожалуйста, приветствуйте. Теперь чуть больше вашего внимания. Мы с вами сделали очень важный эксперимент. Давайте кое-что поймем. Есть два начала в этом мире. Первое начало это начало называется на языке философии материя, материальная энергия. Материальная энергия состоит из разных частей. И закон материи это вечная борьба друг с другом. Потому что материю олицетворяет как раз сила эгоизма. Вот смотрите, например, в нашем теле эта сила эгоизма или сила материи проявлена как инстинкты. Инстинкты выживания. ешь, пей, наслаждайся, спи, отдыхай, имей вот это. Это же материя, инстинкты. Не нужно думать, что это плохо, потому что если этих инстинктов не будет, тело просто не выживет. Оно в какой-то момент посылает чувство голода. Надо есть. Да. Это закон материи. Самосохранение. Чтобы ты сохранился, ты должен думать о своем благе. Еще раз, не нужно оценивать это плохо. Это просто закон материи. Но теперь давайте поймем одну простую вещь. Это, об этой вещи говорили разные русские философы. Флоренский, Бердяев, Лосев, Владимир Соловьев. Это плеяда величайших мыслителей в истории нашей культуры. О чем же они, Циолковский, о чем же они говорили? Они говорили о том, что этот мир не горизонтален. Что не только вот этот горизонтальный уровень существует, где вечная борьба идет, этих инстинктов друг с другом. Каждый за счет другого выживает. Они говорили о том, что этот мир богоцентричен, что у этого мира есть высший источник. И сила, которая исходит из этого высшего источника, вернее, природа этого высшего источника, другая, нематериальная. И сила, которая из него исходит, это сила абсолютной любви. Вот эта энергия. И именно эта сила, она и поддерживает мир. Почему? А потому что простая вещь. Вот смотрите. Вот это разные, как бы такие, как вам сказать. Ну, например, это пшеница, это крапива, это береза, ну и так далее. Разные растения. Смотрите. Они все живут в этом мире, в гармонии. Почему? Потому что есть вот эта сила, которая каждому дает свое место, поддерживает существование каждого. И у человека тоже есть свое место в природе. но сейчас он начинает нарушать это место. Чем? Эгоизмом. Потому что эгоизм, он не уважает права других. Он распространяет себя, он хочет завоевать других, починить себе. Именно эта сила духовная, которая исходит из высшего источника, смотрите, дает каждому право жить в этом мире, поддерживает гармонию всего сущего. И вот теперь важно понять, что если мы с вами люди, то у нас также есть этот выбор. Потому что внутри нас два начала. Одно начало, то, что мы с вами обнаружили, это вот эта сила эгоизма. Это материальное тело с его инстинктами. И второе начало, которое есть внутри нас, это вот это духовное начало. Потому что, как объясняли разные мыслители, душа, личность является частичкой высшего источника. И вот нам дается выбор. На какое начало мы будем ориентироваться в себе, какой выбор делать, в какой системе ценностей жить. И, соответственно, получается две разные реальности жизни. Вы верно, Галина, сказали, что это кажется недостижимым идеалом. Но ведь кажется. Ведь мы с вами очень реально наблюдаем, что когда мы опираемся вот на это духовное начало, смотрите, мы же сейчас с вами проделали этот эксперимент. Я и себя лучше чувствую. И другая реальность возникает в жизни, как бы более гармоничная среда. Мы его обитания, слышите? Даже с точки зрения эгоизма это выгодно действовать таким образом. Задумайтесь. Может быть, вы не думаете о благе всего человечества, но вы же реально могли почувствовать, что у вас как бы реальность вашей жизни раскрывается более успешной. Более успешные отношения, например, в семье, более близкие отношения с друзьями, партнеры более надежные, слышите? Потому что они знают, что вы их не кинете. Потому что вы цените связи друг с другом. Раскрывается другая реальность моей жизни. И реальность в обществе будет другая раскрываться. Итак, у нас с вами есть выбор или подчиниться вот этой культуре эгоизма, и, соответственно, тогда, простите, будут усугубляться только те процессы, которые мы с вами сейчас наблюдаем. Разрушение личности, разрушение семьи, то есть отношений, и разрушение общества. Вот та динамика, которая в мире сейчас нарастает. И единственное, что мы с вами этому можем противопоставить, это другую динамику. Динамику вот этой культуры. Культуры любви без корысти. Очень важно понять, Галина, я хочу опять обратиться к тому, что вы сказали. Вы сказали, что мир развивается только за счет противоречий. Пожалуйста, не нужно думать, что в сфере любви противоречий не будет. Потому что для того, чтобы ребенок вырос вот с этой культурой, вы знаете, за него так придется побороться. Разве нет? Вы думаете, что само собой случится, если вы на него по-доброму смотрите и гладите его по голове каждые пять минут, он вырастет таким прекрасным человеком? Нет. Он вырастет иждивенцем, который сядет вам на шею и все соки из вас выпьет. Вам придется за него побороться. Потому что любовь – это не только добрые глаза. Это также честность, принципиальность. Когда вы ругаетесь с человеком и выясняете какие-то отношения, это же тоже проявление любви. Вы думаете, здесь в сфере любви будет меньше противоречий, их намного больше, чем здесь? Потому что за это нужно по-настоящему сражаться. Итак, мы с вами говорим о том, что у нас есть две возможности, два мира, в которых мы можем жить. И сейчас, к сожалению, цивилизация, культура и сознание людей больше ориентированы вот на эту первую ситуацию эгоизма, как бы подчиняются ей. Мы с вами все интуитивно чувствуем, что здесь в сфере бескорыстия что-то настоящее, но у нас нет смелости так жить. И поэтому я хочу вам сейчас предложить еще один небольшой, ну не то что эксперимент, а чуть-чуть повспоминать. Повспоминайте в своей случае жизни, когда вот этот вот выбор блага других, он создавал ваш успех. Мы часто с вами слышим, что эти нравственные действия, они как бы, как вам сказать, ну к успеху особо не приведут. Нет, пожалуйста, подумайте. Как? Вот этот бескорыстный выбор создавал ваш успех. Я скажу, почему я говорю об этом. Потому что вселенная устроена по закону бескорыстия. Посмотрите внимательно. Да, в человеческом обществе, когда мы с вами читаем газеты и смотрим телевизор, нам часто говорят, эгоист, 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 вот так ты выживешь в этом мире и добьешься своего. Это просто внутри человеческой культуры функционируют какие-то представления, причем, как Стивен Кови говорит, и то начались где-то примерно 80-90 лет назад преобладать. Психология. Раньше люди жили не так. Например, если вы возьмете купцов российских. Слушайте, вы знаете, как сделки совершались в России купцами? Останавливались два вагона друг напротив друга. Они открывали окна и видели друг друга, ну, знакомые купцы. Начинался какой-то разговор. И в процессе этого разговора они договаривались о какой-то сделке. Знаете, что было дальше? Просто каждый давал слово купца, что я буду это делать. И никаких расписок. Потому что слово купца ценилось, это была честь жизни человека. Это было дороже всего. А сейчас мы с вами, смотрите, обставились нотариусами, договорами, адвокатами. Почему? Нравственное чувство долго ушло. И опять, это то, что сейчас происходит, то, чего раньше не было. Раньше люди лучше чувствовали жизнь. Чувствовали эти законы жизни. Вы можете сказать, что купцы были бедными? Знаете, у меня есть один знакомый. Он был внук одного купца, который торговал солью. И он мне как-то в городе, этот мой знакомый, показал дом, которым владел его дед. Это был дом примерно в квартал. Я не знаю, там метров, наверное, триста одна сторона дома и метров триста вторая сторона дома, а четыре этажа. Четыре этажа, насколько я помню. У этого купца, который торговал солью, ну, в общем, не буду вам описывать, это были богатейшие люди. Потому что есть закон Вселенной, закон благотворительности. Если ты что-то получаешь и отдаешь это на благо других, например, есть это вот религиозное понятие десятины, то смотрите, какая вещь происходит. Это же простые законы мира. Вот этот мир поддерживает эта сила, богоцентричный мир. И теперь, если человек принимает этот закон в свою жизнь, смотрите, что он начинает делать. Он начинает жить в соответствии с этой силой. То есть начинает думать о благе других, действовать ради блага других. Например, если это сфера бизнеса или экономики, то он начинает думать не о своей выгоде, а о том, как создать качественные услуги или товары для общества, чтобы другие получили благо. Вот это настроение без корыстия в бизнесе. Когда бизнесмен, он движим не корыстью излечь выгоду для себя, а миссией. Смотрите, два разных подхода. Миссия – благо других, что я принесу в этот мир. И вот он начинает действовать в таком умонастроении. Так смотрите, с точки зрения этого высшего закона одна простая вещь происходит. Вот эта сила, поддерживающая всю Вселенную, она хочет проявиться в этом мире. И поэтому, когда появляется тот, кто становится ее проводником в сфере экономики, мы сейчас говорим просто об этом, действует ради блага других, знаете, что будет? Как вам кажется? Пока вы думаете, я просто нарисую эту небольшую стрелочку. Эта сила активно пойдет в жизнь этого человека. Почему? Потому что он становится ее представителем в этом мире. И если действия вот этого человека или этого субъекта были в сфере экономики, то ему будут даны еще больше экономические ресурсы, потому что он умеет их распределять в этом мире как представитель этой высшей энергии. Вот так возникает настоящее богатство. Потому что богатство, оно от Бога должно быть. Само слово-то какое. Богатство. Настоящее богатство или настоящий успех, он всегда сопровождается внутренним настоящим счастьем. Потому что закон этой энергии такой, это закон высшего процветания, когда процветает и личность, внутреннее ощущение процветания, радости, вдохновения, энтузиазма, раскрытие предназначения. И это процветание также приходит и на внешнем плане, как возможности, которые даются человеку в жизни. Вот это духовный закон, закон духовного процветания. Так сила любви творит совершенно другую реальность жизни, как самого человека, так семьи, так и общества. И я хочу вас сейчас попросить подумать об этих примерах, как вот эти умонастроения, действовать ради блага других, оно, как вы понимаете, действительно оборачивалось вашим успехом. Или вы увидели это в жизни других людей. Я хочу вас сейчас попросить повернуться друг к другу в пары и рассказать такие истории, которые вы наблюдали в своей жизни или в жизни других людей. Как вот эта культура бескорыстия, бескорыстия, еще раз повторю, творила реальность успешной жизни. Какие-то примеры. Пожалуйста, у вас есть две минуты, на одного человека всего четыре. Итак, поверните, пожалуйста, друг другу и расскажите. У нас заканчивается время, поэтому мы так сейчас подведем итоги. Пожалуйста, останавливайтесь. Я хочу просить буквально два, может быть, человека. Расскажите, что вы сейчас вспомнили. Пожалуйста, один-два примера. Так, можно туда вот микрофон. Добрый день всем. Буквально минутку. На самом деле, так много можно делать бескорыстных вещей. Даже простая улыбка прохожему, которая идет грустно, это тоже бескорыстная вещь. Лично мой опыт, я однажды услышала, что очень здорово кормить людей. Я подумала, а почему бы вот мне не попробовать? Я приготовила вкусный пирог и пошла просто раздавать людям. Конечно, был определенный такой барьер. Я его преодолела. И, о, Боже, дорогие друзья, это было так потрясающе. Я помню этот день вот до сих пор. Такая энергия пришла в меня, что я домой возвращалась, не чувствуя земли на крыльях. Спасибо. Не чувствуя земли под ногами. Спасибо за ваш пример. А еще, еще, еще ваше случай. Да, можно здесь? Кто говорит? А, вот. Простите, пожалуйста, вы меня не видите, мне микрофон уже дали. Всем добрый день, меня зовут Анна. У меня было такое переживание в течение, ну вот, наверное, года моей жизни. Я работала. И у меня есть такое ощущение, что я вот, я работала на разных работах, но вот в той работе я вдруг начала использовать свои внутренние таланты. Вот мои внутренние таланты, которые, ну, я не пою, не танцую, но вот есть какие-то свои внутренние таланты, которые в этой работе мне очень пригодились. И люди, с которыми я работала, это были внешние, не те, которые вокруг меня, тех я тоже любила. Но вот я очень любила всех новых людей, с которыми мне нужно было выстраивать отношения, договариваться о чем-то, делать проекты. И вот, собственно, я их очень любила. И вот на это все. Постарайтесь очень коротко, саму суть, примерно. Суть в том, что я просто их очень любила. И мне очень было здорово от того, что я их любила. Очень было хорошо. У меня крылья расправлялись, с ровной спиной ходила, была счастлива, безмерно. И очень много денег получала. Вот как-то оно лилось, но деньги вообще не имели значения. Вот в том ключе. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Итак, что-то происходит, когда мы начинаем так жить. Только сначала в систему ценностей нужно это принять. Давайте последний пример. Если честно, у меня нет каких-то примеров, потому что у меня есть потребность очень большая отдавать. И у меня 12 лет свой финансовый бизнес, и все деньги, которые я зарабатываю, я оставляла только себе минимум. Есть, проезд, съем квартиры, остальное я все отдавала людям. И я так живу уже, ну вот, все это время. И все это время мой бизнес все время рос, 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 рос. Я очень много работала, у меня мало времени было на отдых, потому что моим стимулом всегда было не зарабатывать деньги, а отдавать больше людям. И уже три года я хожу постоянно в горы. В этот раз была в базовом лагере «Эвереста». Перед фестивалем я была в Тибете на Кайласе. Три года назад еще тоже была в Тибете. И мое сердце стало меняться, потому что у меня было очень сложное детство, а горы меня трансформировали, мое сердце. И я вышла на свое предназначение. Я сейчас открываю большой детский центр для способных сирот. И каждый день у меня тоже расписан, потому что я стараюсь делать что-то очень полезное. Даже, например, я приехала в новый дом. Я увидела, что грязные занавески, цветы, побитые горшки. И я распланировала, я очень люблю цветы. И я все пересадила. У нас очень большой дом, и на каждом этаже на лестничной площадке есть красивые цветы. Ирина, постарайтесь закончить уже, а то у нас время заканчивается. И на самом деле я заметила, что больше счастливых жителей этого дома стало. И везде, где я бываю, я сажаю цветы, и через какое-то время вокруг становится больше и больше клумб. То есть я так стараюсь преображать мир. Спасибо большое. Это то, что будет происходить, когда просто один человек воспримет очень глубоко эти знания, этот опыт, и начнет жить в соответствии с ними. Начнет преображаться его жизнь, и начнется преображаться жизнь людей, которые рядом с ним. И знаете, и вот у нас с вами такая ответственность. Если мы этот опыт получили здесь на фестивале, и если у нас происходит осмысление этого опыта, и начинают формироваться убеждения или ценности, что так нужно жить в этом мире, то у нас ответственность теперь решительно действует подобным образом. Как вы считаете? Ваши неуверенные аплодисменты говорят о том, что вы находитесь в процессе размышления. Я хочу поприветствовать ваше размышление. Вот пусть оно продолжается, потому что действительно жизнь нужно осмыслить. Но сначала ее нужно заметить. Станьте более внимательным к своей интуиции. Тестируйте жизнь. Делайте выводы из того, что вы делаете из разных поступков. Нравственные, безнравственные. Какие результаты? В первом, во втором случае. Что я чувствую? В первом, во втором случае. Знаете, вот эта простая способность, о которой я сейчас говорю, называется мудрость. Мудрость. Замечать жизнь. Исследовать ее. Познавать. Невозможно добиться успеха без этого качества. Если жить бездумно, опираясь просто на свое эго, я так хочу, поэтому так будет, знаете, можно быстро шею сломать. Закон счастья – это закон гармонии. Счастье. Но знаете, закон успеха – это тоже закон гармонии. Потому что слово «успех» происходит от слова «успеть». Успеть – значит вовремя действовать. Находиться в гармонии с мирозданием. Спасибо большое за ваше внимание. Я желаю вам продолжить ваше размышление. Желаю всем успеха и счастья настоящего.